Реформы 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 И заканчивая звездами театра и кино, и эстрады, никто не жалуется. Разве Таисия Павелия жалуется на жизнь? Нет. Это не значит, что она плохая певица, она божественная певица. Но я еще раз хочу сказать, что все, кто не вписался в обслугу владельцев страны, жалуются на свою несчастную, никчемную жизнь. Но с какой стати владельцы нашей страны будут заботиться о 14 миллионах пенсионеров? О каких-то детях, о каких-то многодетных, про инвалидов я вообще не говорю. Когда наша страна в виде заводов, фабрик, инфраструктурных объектов, ГОКов, это горно-обогатительные комбинаты, нефтеперегонных заводов, карьеров, шахт, досталось нескольких сот семьям в нашей стране, вместе с этим, по казусу судьбы, вместе с этим им досталось и население. Но ни один же никогда, ни один владелец страны не претендовал на это население. Они его не просили. И сегодня основная задача стоит в том, чтобы быстро и самое главное эффективно, как можно дешевле, избавиться от всего этого, от всего того, что находится в зоне умирания. Почему мы говорим быстро и эффективно? Потому что, прежде всего, все эти люди, которые требуют к себе социального отношения со стороны государства, они проедают ресурсы. Ежедневно проедают ресурсы. И неоднократно мы говорили, что эти там всякие нищие, эти там учителя, врачи почти каждый день есть хотят. Во-вторых, они все в будущем, опять же, нищие пенсионеры. Чтобы избавиться от них, нужно что сделать? Первое, чтобы вытеснить их за грань социума. Первое. Второе, добиться того, чтобы их социальное пенсионное накопление и все, что там было раньше в обязательствах, они до этого, прежде всего, не доживали. Второе, ссылаясь, конечно, при этом на опыт наиболее развитых стран, где уровень жизни на 10, 15, 20 лет выше, чем наш. И, в-третьих, это выдавить их из страны. Потому что, по оценке немецкого политического института, берлинского, прошу прощения, для того, чтобы существующая система вошла в равновесие в Украине, при существующем режиме не партии Редионов, не Виктора Федоровича режима, а режим, когда существуют владельцы страны, в Украине сверх достаточно 4 и 5 миллионов. Все лишнее должно быть утилизировано. С какой стати миллионы украинцев думают, что владельцы страны должны о них заботиться? Давайте подумаем наоборот, что это люди сегодня должны платить за свое право жить на их территории. Такая постановка вопроса является более правильной. И мы видим, что владельцы страны постепенно поднимают стоимость жизни на их территории. С какой стати они будут снижать коммунальные расходы, когда все генерирующие мощности, все водоканалы, газы и все принадлежит им? Почему они должны терять прибыль, если кто-то не может платить? Не можешь платить, не пользуйся. Такова суть. И с этой точки зрения все реформы, которые проводятся и будут проводиться в Украине, являются эффективными и правильными. Потому что они направлены на то, чтобы владельцы государства, а это их государство, могли получать большую прибыль и соревноваться по богатству не с какой-нибудь там невнятной Венгрией или Румынией, а по богатству соревноваться с Россией, Великобританией, Германией и США. То есть наши владельцы нашей страны бросают вызов самым богатым людям планеты. И во всех этих смыслах. Зачем им нужны сельские школы? Для чего? Сельские поликлиники. Что для чего? Почему? То есть зачем нужны больные, которые не в состоянии оплачивать свое лечение? Продолжение следует...